здравствуйте дорогие друзья с вами программа исцеление хлеб детей я ведущий дмитрий макаренко и мы снова сегодня будем говорить об исцелении потому что это важно для многих людей которые сегодня не могут получить свое исцеление ходят церковь общаются с богом живут правильно стараются угодить богу и все-таки у них не получается поэтому в этой программе мы рассматриваем разные способы разные методы разные молитвы разные схемы разные свидетельства для того чтобы ты избрав одну из них попробовал получить свое исцеление получил его потому что библия говорит что ранами иисуса мы исцелились это уже прошедшее время то есть иисус это уже сделал и он ждет что мы это примем верой потому что все что мы можем принять от бога все его обетования мы принимаем верой и поэтому сегодня был опять читать библию потому что единственный источник который принесет наше сердце веру это слово слышанное слово божье когда человек слышит слова у него появляется вера а вера тогда становится способной принимать чудеса принимать исцеление принимать освобождение и я бы хотел прочитать сегодня евангелие от луки 18 главу эту чудесную историю которую рассказал иисус сказал также притчу о том что должно всегда молиться и не унывать говоря в одном городе был судья который бога не боялся людей не стыдился в том же городе была одна вдова и она приходя к нему говорила защити меня от соперника моего но он долгое время не хотел а после сказал сам себе хотя я бога не боюсь и людей не стыжусь но как это вдова не дает мне покоя защищу ее чтобы она не приходила больше докучать мне и сказал господь слышите что говорит судья неправедный бог не ли защитит избранных вопиющих к нему день и ночь хотя и медлит защищать их сказываю вам что поддаст им защиту вскоре но сын человеческий придя найдет ли веру на земле вот такая вот история которую рассказал иисус вдове которая получила защиту ей нужна была защита и она имела полное право на защиту от судьи но дело в том что судья был нечестивый он бога не боялся людей не стыдился и поэтому всякий раз когда она приходила он говорил я не хочу тебя защищать я не буду этого делать я не собираюсь тебе помогать потому что я людей не стыжусь и бога не боюсь представьте она так ему надоело что он однажды сказал ладно раз она мне докучает я и помогу но как это вдова не дает мне покоя то есть она так сильно хотела получить свое избавление она видела в суде источник свое решение своей проблемы этот человек мог ей помочь но не хотел у нее не было денег заплатить и поэтому она ходила к нему до тех пор пока он говорит я бога не боюсь людей не стыжусь но как это вдова не дает мне покоя то я помогу ей и тогда иисус подводя итог от почему мы должны написано всегда молиться и не унывать нельзя унывать после молитвы многие люди помолившись впадают в уныние что их не исцеление чудо так долго где-то задерживается но это вдова зарядилась действовать до тех пор пока не услышит положительный ответ сегодня каждый христианин каждый человек который является чадом божьим должен точно так же ревностно горячо приходить к нашему господу и получать свое чудо и молиться до тех пор пока это чудо не придет его жизнь написано иисус говорит если этот судья неправедный бог не ли не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь хотя и медлит защищать их и потом говорит сказываю вам что подаст им защиту вскоре почему иисус говорит что бог медлит защищать своих детей почему здесь так написано он говорит неужели этот судья который является героем этой притчи сломался и все-таки помог этой вдове то неужели бог благочестивый бог святой бог благой бог не защитит ли своих детей вопиющих нему день и ночь хотя и медлит некоторые люди считают что бог медлит я думаю что бог не медлит он реагирует мгновенно написано в библии даже когда у нас еще нету прошения в устах он уже знает о наших нуждах поэтому он говорит иисус говорит не заботись ни о чем не молитесь как язычники язычники просят решения своих проблем они думают что бога надо упрашивать бога надо может быть уламывать такое слово может подойдет или выбивать из него эти благословения но иисус говорит отец прежде вашего прошения уже знает но как мы видим что некоторые вещи они как будто бы замедляются прийти в нашу жизнь они замедляются прийти наше сердце я думаю почему надо молиться день и ночь вопиять богу если допустим ты не имеешь чудо и ты вопьешь бог бог сели меня бог помоги мне дай мне защиту пришли мне благословение избавь меня от долгов избавь меня от этой ситуации то написано что сказываю вам иисус говорит что подаст им защиту вскоре то есть не то чтобы замедляет подавать защиту защита просто может замедляться из-за недостатка веры потому что потом иисус добавляет но сын человеческий придя найдет ли веру на земле и я думаю что это молитвенное наше стенание о том чтобы чудо пришло может быть молитвенное требование для того чтобы это чудо совершилось оно должно иметь характер исполнения нас верой верой божией я молюсь для того чтобы еще сильнее верить я молюсь для того чтобы моя вера достигла совершенства как написано в библии для совершенной уверенности оказывайте ревность до конца то есть я не собираюсь останавливаться в середине если я получил откровение от бога что он меня должен исцелить что я должен быть богат что моя семья должна быть крепкой мои дети должны служить богу мой дом должен быть спасен я должен быть головой не хвостом от меня произойдет тысяча и сильный народ я получил все эти обетования, то в этот момент, когда я получил обетование, это Бог послал мне это обетование в мое сердце. Ведь кто-то не знает об этих обетованиях, и поэтому я думаю, что Бог еще не проговорил в их сердцах. Но когда Он мне это сказал, я стал молиться, потому что я хочу увидеть исполнение божественных обетований. И Библия говорит, оказывайте ревность до конца. То есть не останавливайтесь. Что сделала эта вдова? Почему Иисус привел этот пример? Эта вдова не остановилась. Она сказала, я буду стучать до конца, я буду идти до конца, я не остановлюсь. И Иисус говорит, если она смогла получить защиту от этого судьи, да, это был целый процесс, она требовала, требовала, требовала. А судья не хотел, не хотел, не хотел, он хотел получить взятку, возможно, но она требовала до тех пор, пока Он не сказал, ладно, я помогу ей и исполню ее желание. Так же самое наш Господь. Он говорит, наш Бог, это тот, который любит своих детей и который вопиют, конечно же, он пошлет защиту вскоре. Нам нужно молиться и много молиться, для того, чтобы иметь эту совершенную уверенность. Уверенность в том, что Бог нам поможет. Я прочитаю еще одно место из Библии, и здесь написано Марка 8, глава 11 стих. «Вышли фарисеи, начали с ним спорить, и требовали от него знамения с неба, искушая его. Но он, глубоко вдохнув, сказал, для чего род сей требует знамения. Истинно, говорю вам, не дастся роду всему знамения». И другое место. Евангелие от Луки, 9, глава 11 стих. «Но народ, узнав, пошел за ним, и он принял их, и беседовал с ними о Царстве Божьем, и требовавших исцеления, исцелял». Вот две ситуации. И в одной и в другой ситуации люди требовали чудо. Фарисеи требовали знамения, люди требовали исцеления. В первом случае Иисус сказал, «Сему роду не дастся знамения». А в другом случае написано, «Требовавших исцеления, исцелял». У меня вопрос. Почему одни требования они не просто говорили, не требовали? Ну-ка, покажи нам знамения, ну-ка, покажи нам чудо. Мы хотим поверить в Тебя, мы хотим убедиться, что Ты Христос. И в другом случае люди требуют исцеления. Ну-ка, давай, исцеляй нас. И Иисус их исцеляет. Одним Он дает отказ, другим дает положительный ответ. В чем дело? И я думаю, что здесь сокрыто, что фарисеи требовали знамения из-за неверия. То есть, они не верили, что Иисус Мессия, они не верили, что Иисус Сын Божий, посланный Богом для того, чтобы искупить все человечество. Поэтому они требовали доказательств. Люди же в 9 главе Луки написано «Пришли к Иисусу, Иисус их принял и беседовал с ними о Царстве Небесном». То есть, люди пришли не просто исцелиться, они пришли слушать проповедь. Они слушали о Царстве Небесном и у них возникло это справедливое требование. Иисус, ты рассказываешь нам о Царстве Небесном, там нету болезней, там никто не болеет, ну-ка, давай исцеляй нас. И написано «Всех людей, которые требовали, Он давал исцеление». Я понимаю одно, ты не можешь заставить Бога делать то, что ты хочешь, но ты можешь узнать Его волю, требовать то, что принадлежит тебе по праву, требовать, чтобы это пришло в твою жизнь, когда ты узнал, что ты должен быть исцелен. Ведь написано в Библии, что на небе болезней нет. И когда Иисус учил нас молиться, Он говорит «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится твое имя, да придет твое царство и будет твоя воля на земле, как на небе». Это значит я должен жить на земле, так как я буду жить на небе. А на небе болезней нет. Значит, я когда об этом узнал, я сказал «Господи, я не собираюсь болеть ни одной секунды». Почему я должен болеть, если в Царстве Небесном никто не болеет? Сегодня Иисус сидит одесную Отца и написано в Библии, что мы все сокрыты в Нем. Мы внутри Иисуса. Это значит, я больше не хожу по этой земле как обычный человек, как обычный грешник, который пытается выкарабкаться из своих проблем. Я посажен с Ним на небесах, потому что я во Христе, а Христос во мне. И значит, все обетования, которые существуют для Небесного Царства, это обетования, которые касаются меня. Поэтому я требую, чтобы я был здоров, я требую, чтобы я был богат, я требую, чтобы в моей жизни был успех, я требую, чтобы Бог прославил своего Сына в моей жизни, я требую, чтобы все обетования, которые Бог дал мне, они исполнялись в моей жизни. И я верю, что эти требования, они законны. Фарисеи же придя, они требовали доказательств. Ихнее требование состояло в том, что докажи нам, что ты Христос. Люди же поверили, что он Христос, и требовали уже исцеления. Раз ты Христос, тогда исцеляй. Раз ты Христос, тогда освободи меня. Раз ты Христос, тогда действуй в моей жизни, так как действовал через апостолов, так как действовал через Павла, так как действовал через Иисуса. Если ты Христос, тогда пусть все обетования Божьи в тебе будут. Да и аминь в славе Божьей через нас. И с вами программа «Исцеление хлебетей», ведущая Дмитрия Макаренко. И как я и обещал, у нас каждый раз будет свидетельство человека, который получил свое исцеление для того, чтобы ободрить тебя и вдохновить тебя тоже иметь это исцеление. Оставайтесь с нами. С вами программа «Исцеление хлебетей», ведущая Дмитрия Макаренко. И как я и обещал, у нас каждый раз будет человек, который что-то пережил для того, чтобы поделиться своими переживаниями и своими методами, своими молитвами, как он это пережил. И у нас в студии сегодня Сергей, который приехал к нам два года назад для того, чтобы получить свободу от наркомании, но был очень сильно болен. Расскажи, что у тебя было, как вообще все происходило, и какие у тебя надежды были, и что внутри тебя происходило, когда ты сюда попал? Ну, когда я сюда попал, приехал я, у меня была гепатит С, переходящая в цирроз. У меня была водянка, это у меня надулся живот, собралась там свободная жидкость. И гнила нога, то есть у меня не заживало, потому что не было иммунитета совсем, я был вообще полностью разрушен. И приехал на центр, как бы, мне начали говорить, ты должен молиться. Ну, я как бы верил в себе, ну, как все люди. А потом за меня начали молиться служителя, и сказали мне, что, ну, тебе тоже надо молиться, ты должен поверить, что Иисус понес все твои болезни на себе, и ранами ты исцелен. Я начал ходить, ну, в тайную комнату сам молиться, и поверил, что Иисус живет во мне, ну, Иисус не может болеть, то есть и я не могу болеть, потому что Иисус во мне живет. И я уверовал, у меня начало все проходить, у меня все прошло буквально за, ну, через три месяца у меня уже спал живот, а живот мне сказали, ну, мне врачи вообще говорили, у тебя выкачивать, в следующий раз мы будем твою водянку эту. А если мы выкачаем, не факт, что ты останешься живой, потому что эта жидкость выходит вместе с плазмой, плазма с крови. То есть ты можешь умереть, ты можешь уже все, второй раз тебя не спасем. И я вот так вот поверил именно, и у меня все это прошло за три месяца, нога начала заживать, когда после молитв моих, и все вот. Ну, вот где-то был момент, когда вот ты решил, что ты должен быть здоровым. Ты хотел исцелиться всегда, это понятно, все люди хотели. Да, ну, сначала я уже, ну, не рассчитывал, что будет какое-то исцеление, что я уже, как бы, поставил крест на себя. Но потом, потом меня вдохновили, мне сказали... Может, ты слышал свидетельства какие-то? Свидетельства, да, да, я слышал свидетельства, что люди исцеляются. Как бы сначала не сильно в это верил, потом меня подвели, за меня молился. Вы молились, Дмитрий Сергеевич, вы помолились. И я поверил, что, ну, я должен быть исцелен. И я начал в тайной комнате говорить, что, ну, как бы требовать, что я должен получить это исцеление. То есть у тебя внутри появилось требование, да, если все говорят, Библия говорит, пастор говорит, все ученики говорят. На самом деле происходит, и я просто это видел. И я решил, что я тоже буду исцелен. Ты вот прямо решил, и решил молиться до тех пор, пока не получишь исцеление, да? Да. И со временем молитвы, три месяца, и у тебя полностью все, весь организм восстановился. Врачи тебе не давали шансов. Цирроз неисцелимое заболевание. Водянка неисцелимое заболевание. Гниение плоти, это тоже, я знаю, неисцелимое заболевание. И люди годами гниют, и потом все-таки сгнивают заживо. И тебя Бог полностью восстановил. Полностью восстановился на весь ранний. Слава Богу. Ну, а вот какое, может быть, место из Библии, которое на тебя очень сильно повлияло, ну, вот, именно в твоей вере? Может быть, ты уже когда принял решение, да, я буду здоров, я буду молиться до тех пор, пока не исцелюсь. Ну, может быть, было какое-то, может, откровение, может быть, какой-то стих из Библии. Может, какое-то служение было, которое тебя, ну, вот, прям еще сильнее подтолкнуло к тому, чтобы получить свое исцеление. Ну, служение было, это, ну, когда молились за исцеление, это в Харькове было, и там была молитва, ну, вот, я тогда сильно тоже поверил, что, ну, я буду вообще полностью здоров. Я не ходил, ну, как бы, никому ничего, ну, у меня внутри, вот, я не чувствую вообще никаких ни болезней, ни заболеваний сейчас у меня все. Ну, а стих какой из Библии, ну, что, я просто очень сильно верю, что Иисус понес на крест все мои болезни, его ранами я исцелился. То есть, это тебя сильно коснуло, что Иисус забрал болезни? Да, забрал, он, да. Да, я просто не мог после этого, ну, болеть, как я могу болеть, если он, все мои болезни на себя. Ну, и еще толчок произошел, когда было большое собрание, да? Да, большое. В открытом стадионе, да? Да, да, да. И там еще один толчок был, да? Да. То есть, очень важно, я хочу сказать каждому зрителю, когда есть мероприятия такие, мы их проводим, может, два раза в год, и одно, это самое большое мероприятие, которое будет у нас в этом году на стадионе «Метеор» в Днепропетровске, когда соберется больше 20 тысяч, 25 тысяч человек, придет для того, чтобы поклоняться Богу. Я верю, что в этой атмосфере каждый человек, который, может быть, идет к чуду, стремится к чуду, но именно в таком большом собрании человек получает еще очередной толчок, такую помощь, может быть, такую силу дойти до своего исцеления. Поэтому я всех приглашаю 2 мая в 14.00 на стадионе «Метеора» у нас будет проходить грандиозная исцеляющая молитва, где будет участвовать наш старший епископ Андрей Георгиевич Тищенко и другие епископа, которые будут молиться за людей, для того, чтобы пришел ответ от Бога. И я верю, что вот это массовое собрание, когда людей очень много, почему Иисус собирал такие толпы людей, ведь его община не росла, 12, оставалось все время 12, но он собирал по 20, по 30 тысяч, помните, там написано 5-7 тысяч, не считая женщин и детей. Это значит, десятки тысяч людей, которые ходили за ним и слушали его. Для чего он это делал? Почему он не сделал свой упор только на 12, на свою общину, которая ходила за ним, но именно сделал упор на массовые крусейды, как мы сегодня их называем, или массовую евангелизацию? Я думаю, что в этом что-то есть. И все, что делал Иисус, имеет смысл. Когда меня спрашивают, а зачем вот эти большие мероприятия вы проводите? Зачем вот эти стадионы? Зачем вот эти крусейды? Зачем? Просто чтобы пропиариться, просто чтобы… нет. Я делаю все, что делал Иисус. Иисус кормил голодных, я кормлю голодных. Иисус исцелял больных, я исцеляю больных. Иисус воспитывал учеников, я воспитываю учеников. Иисус проводил массовые мероприятия в проповеди Евангелия, я провожу массовые мероприятия церковного поколения. Метод откровения о том, что именно большие мероприятия, большие такие собрания, где десятки тысяч людей, там Бог действует особенно. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу пригласить каждого человека. Может быть, ты живешь где-то далеко, в другом городе, подготовься. 2 мая это будет незабываемое событие. Я верю, там множество людей получит чудо, как Сергей попал в Харьков на наше мероприятие и получил еще один такой толчок к чуду. И ты, наверное, прикосновение какое-то пережил? Да, внутри я почувствовал внутри что-то. И я понял, что это вообще Господь полностью меня исцелил. То есть уже там, когда тебе прикоснулся Господь, ты уже все утвердился, да? Твоя уверенность подросла в этом чуде, да? То есть, если, допустим, ты шел, были какие-то сомнения, ты пытался исцелиться, то там ты получил уже такую убежденность, что ты уже исцелен, да? Да, как бы подтверждение. И, наверное, твои молитвы с этого момента изменились? Да, молитвы мои изменились. Я стал больше молиться. После этого. Более убежденно, да? Да, более убежденно. Я больше стал Бога благодарить за все. То есть с того момента твоя молитва больше даже на благодарение стало похоже, да? Что спасибо, Господь, ты меня уже исцелил. То есть твоя уверенность, она была такой, что ты уже получил свое чудо. Если, допустим, ты раньше пытался выкарабкаться из болезни, ты сражался, молился, Бог исцели меня, исцелит. Потом я уже благодарил. После перекрасновения Бога, да, ты уже говоришь, все, Господь, спасибо. Но ты же еще не чувствовал, что ты исцелен. Еще, ну, симптомы оставались, да? Ну, да. Симптомы болезни оставались, твой организм работал еще неправильно. Но внутри уже была эта убежденность, да? Да. Слава Богу. И я верю, что такие мероприятия, которые мы проводим на стадионах, больших, в укрытых манежах, я верю, они нужны для чего? Для того, чтобы люди там получили вот эту вот совершенно уверенность в своем чуде. Поэтому оставайтесь с нами, с вами программа «Исцеление хлеб детей», а ведущая Дмитрия Макаренко. Не уходите. С вами программа «Исцеление хлеб детей», а ведущая Дмитрия Макаренко. И подводя итоги этой программы, я хочу напомнить, с чего мы начали. Мы начали со вдовы, которая пыталась получить защиту от судьи и решила внутри себя действовать до конца, не останавливаться. Она требовала, требовала и требовала. И судья, который не хотел ей помогать, он сказал, хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но так как эта вдова докучает мне, то я помогу ей. Мы также рассмотрели два случая, как люди требовали от Иисуса чудес. В первом случае это были фарисеи, они пришли и требовали знамения, говорят, давай, докажи нам, что ты Христос. И во втором случае это были люди, которые пришли слушать Иисуса. И они требовали уже не просто как фарисеи для доказательства того, что Иисус что-то может для того, чтобы с ним иметь общение, для того, чтобы следовать за ним. А эти люди уже последовали за ним и требовали исцеления, потому что Иисус им рассказывал о Небесном Царстве. Также наш брат Сергей, который был полностью разрушен, и врачи не давали никакого шанса, что он останется жив, цирроз печени, эти все язвы, которые не заживают, водянка. И врачи сказали, это невозможно сделать, воду нельзя откачать, потому что ты можешь умереть после этого. И когда он решил, что он исцелен, начал, его молитвы изменились, его молитвы стали больше как требования к исцелению. А когда он получил уже прикосновения Божьи, то его молитвы превратились уже в благодарение. Поэтому я знаю, что каждый человек, ты не можешь требовать, пока ты не уверен в том, что Иисус это сделал для тебя. Ты будешь просто просить, надеясь, получить. Но что делает вера с человеком, когда Иисус сказал, не защитит ли отец своих детей, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит. На самом деле Бог не медлит, потому что я знаю, что следующий стих говорит, что подаст им защиту вскоре. Значит, Бог не медлит. Это чудо замедляется прийти из-за того, что мы недостаточно уверены или удостоверены, или требовательны в том, чтобы получить это чудо. Но когда у тебя появляется эта уверенность, твоя молитва становится другой, твоя жизнь становится другой. А когда ты уже уверен в том, что ты получил, даже если чувства тебе говорят обратное, даже если симптомы никуда не делись, и по-прежнему еще ты чувствуешь эти мучения, эти боли, но уже ты начинаешь благодарить. Поэтому я хочу молиться сегодня с каждым человеком, кто смотрит нас по новому христианскому каналу. Я хочу молиться, во-первых, с людьми, которые еще не уверовали. Я знаю, что Иисус Христос умер за каждого человека, абсолютно за каждого человека, но спасутся только те, которые приняли его жертву и поверили Слову Божьему. Поэтому я предлагаю тебе сегодня поверить и со мной произнести молитву покаяния, чтобы Иисус Христос вошел в твое сердце, и ты стал чадом Божьим. Поэтому закрой сейчас свои глаза и подними руки и произнеси со мной эту молитву. Отец мой Небесный, я прошу тебя, прости все мои грехи. Иисус Христос, помилуй меня и освободи. Я верю, что ты умер лично за меня и воскрес для моего оправдания. Я принимаю твою жертву, я принимаю твою милость, и я принимаю твое спасение. И прошу тебя, Иисус, войди в мое сердце, стань моим Господом, стань моим Спасителем, стань моим Богом, а я буду твоим человеком навсегда. Аминь. И в этот момент, когда ты сказал вместе со мной эту молитву, я верю, что Иисус Христос простил все твои грехи и наполнил твое сердце Духом Святым. И с этого момента ты больше не грешник, а чадо Божье. Ты больше не человек, который проклят, а сын благословенного Бога. Поэтому найди церковь, желательно новое поколение, чтобы присоединиться к этой большой семье, в которой Бог творит невероятные чудеса. И я хочу молиться за исцеление каждого человека, который смотрит нашу программу. И я верю, что даже через телевидение передается сила Божья, потому что звук остановить невозможно. Звук проходит миллионы километров за секунду для того, чтобы проникнуть в твой дом. Звук – это то, чем сотворено небо и земля, это Слово Божье. И поэтому, когда я буду молиться и говорить Слово Божье, то это Слово Божье через твой экран телевизора, оно войдет в твое тело, войдет в твое сердце и изменит всю твою жизнь. Отец Небесный, я благодарю тебя за то, что ты дал власть молиться и исцелять больных. И я сейчас повелеваю всем нечистым духом, всем немощам и болезням, которые должны повиноваться имени Иисуса. Я вам повелеваю во имя Иисуса оставьте тела людей, убирайтесь и больше не возвращайтесь. Я верю, Дух Святой, что твое прикосновение через телевизор, через экраны телевизора будет в жизни каждого человека. Я молюсь о том, чтобы каждый, кто сейчас слышит меня, был исцелен во имя Иисуса. Я повелеваю исцелиться всем телам, всем органам, повелеваю глазам видеть, ушам слышать. Молюсь о замене сердца, молюсь о замене печени, молюсь о замене крови, молюсь о замене поджелочной железы, молюсь о замене суставов во имя Иисуса, молюсь о замене вен, молюсь о том, чтобы чудотворение твое произошло во имя Иисуса Христа. Я благодарю тебя, Господь, за то, что дал нам эту власть. И я сейчас провозглашаю, что каждый человек, который слышит мой голос, исцелен во имя Иисуса Христа. Пусть Слово Божье войдет в твое сердце и наполнит тебя радостью. Теперь начни делать то, что ты не мог делать. Начни действовать, начни дышать глубоко. Возьми, встань и пробежись. Возьми, наклонись, если у тебя болела спина. Помотай своей головой, если у тебя болела голова. Постучи себе по печени, если она была больна. Потому что Иисус Христос прямо сейчас забрал все твои болезни. И пришло благословение. Дух Святой вошел в твое тело и совершил свою работу. И в окончании нашей программы я хочу напомнить слова Иисуса Христа, когда Он сказал, молитесь, верьте и будет вам. И с вами была программа «Исселение хлеб детей» ведущего Дмитрия Макаренко. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин